Проповедь называется сегодня «Не ступай на территорию врага». Я общался две недели назад с нашим братом из церкви. Он работает в развозе товары Amazon. Он недавно приехал, он буквально полтора года здесь, и для него очень многое в новинку. И вот в преддверии Хэллоуина он ездит по разным районам, видит разные дома. И практически все, без исключения, украшены соответствующей атрибутикой. Черепа, тыквы, и все, что связано со смертью. Он попросил меня, ты когда будешь в ближайшее время проповедовать, упомяни об этом, скажи об этом. Ну и тут как раз подспели все наши главы, которые могут сказать о том, как опасно ходить на территорию врага. Сегодня мы заканчиваем изучение первой книги царств, и у нас остались главы с 27 по 31. И в этих главах истории о двух людях, которые зашли на территорию врага. Но по-разному оттуда вышли. Давайте будем читать с 27 главу, с 1 стиха. И сказал Давид в сердце своем, «Когда-нибудь попаду я в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую, и отстанет от меня Саул, и не будет искать меня более по всем пределам израильских, и спасусь от руки его». И встал Давид, и отправился сам и шестьсот мужей, бывших с ним, к Анхусу, сыну Маоха, царю Гевскому. Я напомню, с чего начиналась книга царств. Она начиналась с того, чтобы люди могли выбрать царя, который поможет им в борьбе с филистимлянами, с их заклятыми врагами. И вот насколько тяжело Давиду, он убегает все время от Саула, что безопаснее ему у врага, у филистимского царя. Мы читаем о таких решениях не в первый раз в Библии. Все герои веры, патриархи, они так или иначе имели какие-то кризисы в своей вере. И когда эти кризисы случались, так или иначе, они заходили на территорию врага. Но на это Божьего благословения не было. Давид не спрашивает у Бога, где ему скрыться. Давид сам принимает решение и уводит себя и свою компанию из воинов к филистимскому царю. Давайте прочитаем книгу Бытие, 20 глава, 2 стих. Савраама. И сказал Авраам о Саре, жене своей, она сестра моя, и послал Авимилех, царь Герарский, и взял Сару. И Абрахам сказал Сару, his wife, she is my sister, and Amalek, king of Jira, sent and took Sarah. Мы дальше с вами поймем, что и царь Гевский, и царь Герарский, это все цари филистимские. Абрахам искал прибежища, он искал какой-то защиты от голода, от каких-то происшествий. И если бы Бог не вмешался, враг бы забрал его жену, от которой должен был родиться обещанный ребенок и стать родоначальником большого народа. Потом история повторяется уже с Исааком. В 26 главе книга Бытия, первый стих. Был голод в земле, сверх прежнего голода, который был во дни Авраама, и пошел Исаак Авимилеху, царю филистимскому, в Герар. И опять мы встречаем филистимских царей. И мы знаем, что Исаак еле-еле оттуда утащил ноги, потому что царь сам его выгнал, и чуть ли Ревека опять-таки не оказалась женой этого царя. Человек, даже самый верующий, когда ощущает какой-то кризис, когда теряет Бога и своего вида, он может искать защиты. Он ищет где-то прибежище. И, к сожалению, очень часто он его находит на территории врага. Потому что враг заинтересован в том, чтобы ты ушел от Бога, живого. Ну а то, что будет происходить дальше с тобой, это тайна. Враг никому еще не давал ничего просто так. Давид пошел на территорию врага. Но с этого история только начинается. Мы увидим, что с ним произойдет на этой территории. А пока давайте перейдем на другую главу, 28-ю. В отличие от Давида, у царя Саула случается определенный кризис также. Но царь Саул пытается искать ответа у Бога. Но Бог ему не отвечает. И, казалось бы, почему так происходит? Давайте мы прочитаем 28-я глава с 3-го стиха. Умер Самуил, и оплакали его все израильтяне и погребли его в Раме, в городе его. Саул же изгнал волшебников и гадателей из страны. Пока все позитивно. Пока у Давида кризис, а у Саула все пока правильно. Все хорошо. Умер наставник Самуил, он с почестями погребен в Раме. Написано, что именно Саул выгнал всех волшебников. Это серьезная реформа, такое раньше не делали. И вот на минутку Саулу показалось, что он в полной безопасности. нету Давида, который докучал ему и который, как казалось, Давиду покушался на его царство. Саула уже давно не посвящал злой дух, который время от времени находил на него. нету ведьмы рядом. Они изгнаны. И вот на секунду Саулу показалось, что он в полной безопасности. что все нормально. Дьявол пытается сделать вот такую как бы иллюзию, что его нет. Смотри, Саул, нету ведьм рядом, ты с ними не встречаешься. Это все пережиток прошлого. Давным-давно на тебя уже не сходил какой-то злой дух, поэтому все нормально. Может быть, ты выздоровел, может быть, это были просто проявления каких-то психологических отклонений. И вот Саул расслабился. Он не знал, что именно в это время дьявол против него ополчает все войско филистимское. Пока мы живем здесь, вот в таком, знаете, цивилизованном мире, многие компании IT здесь находятся. Мы считаемся частью Кремниевой долины. Большинство людей с высшим образованием какой дьявол? Это какие-то сказки, там его нет на самом деле. Это все пережиток прошлого. И дьяволу вот такое представление людей играет на руку. Потому что даже театральные какие-то действия, которые на Хэллоуин происходят, ну это же просто какая-то традиция, его же реально не существует. И вот те же самые люди с высшим образованием, которые не верят в дьявола, наряжают свои дома паутиной, пауками, вот эти тыквы ставят, скелета вложат, и вот происходит то, что происходит. Но случается следующее. Вся армия приходит к границам израильским. И в пятом стихе написано «Увидел Саул стан филистимский и испугался и крепко дрогнуло сердце». Саул всю жизнь вел воины с филистимлянами. Он опытный воин. Он видел всякое. Но только здесь написано, что он крепко испугался, так испугался, что его сердце дрогнуло в нем. Он делает определенные действия. «Вопросился у Господа, но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков». Это шестой стих. И мы задаем вопрос, почему Бог не отвечает человеку, когда тот так отчаянно нуждается в нем. Здесь не зря перечислены три способа, через которые Саул пытался связаться с Богом. Давайте их перечислим. Первый способ, через который он хотел связаться с Богом, это какой способ? Во сне. Он хотел бы, чтобы Бог дал ему откровение во сне. Я на минутку вам напомню, Саул сам был в школе пророков когда-то. Он получал откровение от Бога. И он рассчитывал, что и в этот раз получит. Но во сне темно, ничего не происходит. его сердце очень дрогнуло и он испугался. А страх это то, что отдаляет тебя от Бога и ты не можешь правильно понимать его и слышать его голос. Потом он связывался с ним через Урим. А Урим это что такое было? Это были камни специальные. Урим это один камень, а второй камень как назывался? А второй назывался Тумим. Библия говорит нам, что эти камни находились на эфоде первосвященника, на таком наперстнике, который у него был, то есть на груднике. Тот, кто слушал прошлые проповеди, помнит, что Саул и уничтожил просто всех священников, он просто сделал геноцид священникам и практически всех убил, кроме Авиафара. Это облачение могло быть только на одежде первосвященника. Но Авиафар в поспешности схватил это облачение и скрылся вместе с Давидом, потому что Давид пообещал ему защиту, если вы помните. Но Авиафар появился с Давидом. Но вот интересно, везде, где встречается в Библии, это словосочетание произносится с двумя словами Урим и Тумим. Но в этом тексте написано, что Саул вопрошел только через Урим. Я вам прочитаю, на самом деле очень мало описание в Библии, как именно работали Урим и Тумим. Но книга Патриархии и Пророки страница 351 объясняет устройство, как работали эти камни. на правой и левой стороне наперстника размещались два больших ярко сверкающих камня. Они известны как Урим и Тумим. При помощи этих камней первосвященник узнавал волю Божью. Божьей выносились различные вопросы, орел света вокруг драгоценного камня справа был знаком божественного согласия. А облако затеняющее камень слева служило доказательством отвержения или неодобрения. И вот очень важная деталь. Камень справа назывался Урим, а камень слева назывался Тумим. Есть такое предположение, что Саул, когда убивал священников, и первосвященников в том числе. Забрал из этой одежды только один камень. Именно поэтому он взывает к Богу через Урим. По описанию Урим показывал Божье одобрение. Саул думал, что если он возьмет камень, который всегда показывает Божье одобрение, все его пути будут благословенны, и на любой вопрос Бог ответит «Да». Но Бог не мог ответить только одним образом. Возможно, Бог хотел бы ответить ему другим образом, но просто другого камня не было. И Саул не был готов услышать другой ответ от Господа. Запомните эти камни, мы к ним еще вернемся. Ну и конечно Саул спрашивал через пророков, это третий был путь. Но Самуил уже умер. не у кого спросить. Все остальные выгнаны. Поэтому Бог не отвечал Саулу не потому, что он сильно его разлюбил и теперь отверг. Саул лишил себя всех путей, через которые с ним Бог мог связаться, и поэтому он не получил ответа на свой вопрос. И происходит поворотный момент в его жизни. Он в седьмом стихе задает вопрос. Тогда Саул сказал слугам своим, сыщите мне женщину волшебницу, и я пойду к ней и спрошу ее. На русском языке вообще звучит волшебно, волшебница. Ну, волшебница из сказок, они какие? Они добрые, они золушки помогают. Но английский перевод более близок к оригиналу, потому что явно говорит, что это медиум. И Бог ясно дал свое повеление, как нужно относиться к таким медиумам. Левит, 19-я глава, 31-й стих. Не обращайтесь к взывающим мертвых и к волшебникам не ходите и не доводите себя до сквернения. Я Господь. Не turn to mediums or wizards, не seek them out, and so make yourselves unclean by them. I am the Lord, your God. Я прочитаю на русском только другой перевод. There's a different translation in Russian. And it speaks about those that are seeking the necromancers. The other translation speaks a little bit more clearly specifically who not to talk to. Sometimes the traditional medicine doesn't help, but it helps. It helps. It helps. 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 всем легче становятся. Нет, Бог говорит, нельзя к ним обращаться. И последний перевод, Елизаветинская Библия говорит, не последуйте утробным басням. Утробные басни это чревовещание. пример. Вы видели, как работают мимы? У них в руках куклы, и они разговаривают, но так у них губы не шевелятся, а куклы разговаривают. There are these people that have little puppets on their hands and the person themselves are not talking, but you see the puppets talk. Вот чревовещатели это те, которые были в роли куклы. А дьявол или демоны одевали их на свою условную демоническую руку и внутри живота могли слышаться реальные ответы на вопросы, потому их и называли чревовещатели. Книга Исаии говорит, и когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шиктунам и чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Я не знаю, кто не так давно приехал еще с тех стран, в которых мы жили, Украина, Россия, Беларусь, там лично это очень распространено. Есть бабушки, которых называют шипотухи. Они что-то бормочат, заговаривают трехлитровую банку. Потом ты выпиваешь, тебе вроде бы должно быть легче. И я вам хочу сказать, это реально помогает. Бог говорит, не обращайтесь к ним, не потому, что это шарлатан и это не работает. Бог говорит, не обращайтесь к ним, потому, что через них работает дьявол, вы под властью дьявола находитесь. Все те, кто шепчет, что-то невразумительное обормочет, через них может говорить дьявол просто. Специально мы не перелистнули книга пророка Исаии, 8 глава, 19 стих, последняя строчка. Спрашивают ли мертвых о живых? Исаия, который написал это по велению Божьему после того, что с Саулом случилось, он ясно показал Божью волю, что у мертвых о живых не спрашивают. Соломон написал, что мертвые ничего не знают. И если кто-то является во сне, и если кто-то вызван кем-то вам в качестве вашего погибшего родственника, Библия Библия говорит, что нельзя обращаться к ним, потому что это не ваши родственники реально, это духи обольстители. И это не пережиток прошлого. Это то, что нас предупреждает книга Откровения, что явились духи обольстители, обольщающие всю вселенную. Это в наше время происходит. И вот Саул задает такой вопрос, и вот история его падения. Ну, во-первых, ему говорят, что женщина живет в Аэндоре. Чтобы с Гилвуя перейти в Аэндор, нужно пересечь территорию врага и зайти в его глубокий тыл. Филистимляне приняли эту женщину, которую когда-то Саул выгнал. И вот Саул, он переодевается, поймите аллегорию с сегодняшним временем, с Хэллоуэном. Он идет на территорию врага. Он приходит в пещеру, где жила женщина. и просит ее, чтобы та вывела ему Самуила. Он очень скучает за своим наставником. Саул не слушал Самуила, когда Самуил был жив. И он хочет, чтобы теперь после своей смерти он что-то сказал. Но женщина 9 стих отвечала. Ты знаешь, что сделал Саул, как выгнал он из страны волшебников и гадателей. Для чего же ты расставляешь сеть душе моей? 1 Samuel 28 9 Это та же 28 глава. Но Саул клянется Богом, что ей за это не будет никакого вреда. Бог сказал, чтобы выгнали. А Саул говорит, никакого вреда не будет. И вот эта женщина открывает перед ним картину. Весь вопрос, кто вышел? 12 стих увидела женщина Самуила и громко вскрикнула и обратилась женщина к Саулу говоря, зачем ты обманул меня? Ты Саул. первая первая делает дух откуда он выходит. Отвечала женщина вижу как бы Бога выходящего из земли. Посланники неба никогда из земли не выходят. Never come out from the ground. Следующее. Next. Саул когда услышал об этом, 14 стих, тогда узнал Саул, что это Самуил, и пал лицом на землю и поклонился. Смотрите, тут тоже разделяется до поклонения и после поклонения. До того, как Саул не поклонился, он спрашивает у медиума, что ты видишь, расскажи. Но после того, как Саул поклонился этому духу, он сам с ним начинает разговаривать, он теперь его начинает видеть и понимать. И вот, что говорит этот дух. 16 стих. Я прошу прощения, это 16. И сказал Самуил, для чего ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим? Дух, который вышел из земли, пытается убедить Саула, что Бог сделался теперь его врагом. 19 стих. Этот дух предсказывает будущее. И предаст Господь Израиля вместе с тобою в руки филистимлян завтра. Ты и сыны твои будете со мною, и стан израильский предаст Господь в руки филистимлян. Может ли Дух из земли знать будущее? Мы знаем, что Бог только знает будущее. Но поверьте, что сам Сатана принимает вид Ангела Света. Но поверьте, что Сатана сам явился Иисусу Христу и искушал его в пустыне, цитируя библейские места. Дух сказал это пророчество только после того, как Саул поклонился перед Ним. Обретя полную власть над Ним, он мог сказать ему, чем все закончится. Тогда Саул вдруг 20 стих пал всем телом своим на землю, ибо сильно испугался слов Самуила. Он начал этого бояться. Зачем он пошел к волшебнице? Чтобы укрепиться. чтобы дух Самуила подсказал ему, как победить. Но мертвые ничего не знают. А дух, который вышел из земли, он сказал ему, что ты обязательно погибнешь и проиграешь. После этого мудрый воин потерял всю свою силу. Но на этом падение не заканчивается. В 22 стихе он принимает пищу в доме ведьмы. Вначале он послушался духа обольстителя. А в 22 стихе он слушается ведьму. Теперь прошу, послушайся и ты голоса рабы твоей, и я предложу тебе кусок хлеба, поешь, и будет в тебе крепость, когда пойдешь в путь. Саул отказывался. Но она настаивала. Но она настаивала. Потому что знала, что если он поест в ее доме, это не просто принятие пищи, он уже вступит в завет с темными силами. И она проявила удивительное гостеприимство. Она откормленного теленка заколола, она муки замесила и испекла пресники, как Авраам просто. Она сделала все для того, чтобы Саул не выбрался из этой ситуации. Что же происходит с Давидом все это время? А Давид, я напомню, он находится на территории врага, и он теперь союзник Анхуса, который будет воевать против Саула и его народа. Враг не делает ничего просто так. Ты у него попросил защиты, а следующий шаг ты будешь воевать против своих, против своего народа. С теми, с кем когда-то ты разделял веру в живого Бога. и только милость Божья могла отвратить Давида от этого участия в войне. И только милость Божья могла отвратить Давида от этого участия в войне. в 29 главе записано и собрали филистимляне все ополчения свои в Афеке израильтяне расположили станом у источника что в Израиле. Князья филистимские шли сотнями и тысячами Давиджи и люди его шли позади с Анхусом. Но здесь начинается замешательство в стане филистимлян. Кто-то узнает что это Давид который поражал неоднократно филистимлян который Голиафа убил и ему говорят если он пойдет Анхус то мы тогда с тобой не пойдем. И Давид по милости Божьей возвращается в свое прибежище. Возвращается еще пока на территорию врага. И вот 30 глава начинается что в третий день после того как Давид и люди его пошли в Сикелак это в этот город филистимский где они временно находились Амалекитяне напали с юга и спалили город и забрали все что в этом городе. по милости Божьей они не умертвили ни жен ни детей. Давид на территории врага. Он только что пошел с Анхусом чтобы воевать против израильского народа. И в это время Амалекитяне воспользовались возможностью и разорили город Давида. Представьте все люди которые были в ополчении с Давидом. Шестой стих говорит Давид был сильно смущен так как народ хотел побить его камнями. народ с которым он воевал с которыми он одерживал победы теперь ненавидят его потому что считают что именно из-за Давида все это произошло. и Давид тоже не знает как выйти из этой ситуации. Он думал что он найдет покой и прибежище на территории врага но враг еще никому не дал ни покоя настоящего ни убежища. А если временно и давал то потом очень дорого за это брал. Давид также впервые за все это время решается обратиться к Богу. Но Давид укрепился надеждой 7 стих надеждой на Господа Бога своего и сказал Давид Авиафару священнику сыну Ахимелехову принеси мне ифот и принес Авиафар и ифот к Давиду. Что не так с этим ифотом? Там одного камня нет. который как раз таки отвечает за одобрение. Там есть только Тумим который отвечает за ответы нет. И казалось бы нет никакой надежды потому что ты все равно услышишь нет. нет. Но Давид укрепился надеждой на Господа и даже когда не было вариантов он обратился к нему и спросил догоню ли я преследовать ли мне их. И Бог ответил ему в 8 стихе. Даже через этот неполноценный ифот он ответил ему преследуй догонишь и отнимешь. Друзья, секрет не в этих волшебных камнях. Если ты не знаешь что такое Бог живой даже эти волшебные камни которые только за да отвечают тебе не скажут да. Но если ты знаешь живого Бога даже камень нет может сказать тебе да если Бог так захочет. И он забирает все что у него забрали амеликитяне. И что интересно вот что Давид понимает что это не он и не его воины. И David понимает that it was not him and his warriors that did this. He couldn't pursue every single one. Some warriors couldn't pass along with everybody so they stayed behind. But when David забрал все свое имущество забрал всех своих родных забрал всех людей своих воинов и никто не пострадал. When David pursued and brought back all his people and they were unharmed in all his goods he did not accredit it to himself. There were some little bit of rotten people in his community that were saying that those that didn't go let them just get their friends back or relatives but the gains from this let's not give it to them. Those people thought that it was their strength that they retrieved everything so they did not want to share. But David understood that it was God's strength God's will that this happened so all the resources must be shared. And мало того что он разделил вы дальше можете прочитать самостоятельно в 30 главе что он послал части во все те города которые когда-то его принимали и укрывали его от Саула. Вот мы приблизились к последней завершающей части. 31 глава. Филистимляне же воевали с израильтяниями и побежали мужи израильские от филистимлян и пали пораженные на горе Гилвуе. С самого начала у израильтян было выигрышное положение потому что они находились на стратегической высоте. Но бассейная паника она сделала то что сделала и они побежали и пали даже находясь преимуществом. But the planted panic grew and with this they fled and were defeated. И догнали филистимляне Саула и сыновей его и убили филистимляне Енафана Аминадава и Малхиуса сыновей Саула. And the philistines overtook Saul and his sons and the philistines struck down Jonathan the Abinab and Malachi Yeshua the sons of Saul. Все как предсказал этот дух. Но даже в этой страшной истории я увидел борьбу за Саула. And even in this scary story I saw a fight, a battle for Saul. Бог даже сейчас в таком положении продолжает бороться за Саула. even in this position God still tries to fight for Saul. Третий стих говорит битва против Саула сделалась жестокая и стрелки из луков поражали его и он очень изранен был стрелками. The battle pressed hard against Saul and the archers found him and he was badly wounded by the archers. Дух сказал, что ты завтра будешь со мной. Саул изранен, но пока не мертв. Саул сказал оруженосцу обнажи меч и заколи меня. Но Бог насылает страх на оруженосца и оруженосец не решается сделать. Он не соглашается нанести смертельный удар своему царю. Но the armor bearer greatly. God sends this fear to him and he does not decide to kill his king. Тогда Саул взял меч свой и пал на него. Вроде бы казалось бы история закончена. Саул погиб как самоубийца. Но это только поверхностный взгляд. Потому что в следующей главе уже второй книги царств Дэвид смертельно накажет человека который добил Саула. Дэвид is going to punish with death the person that says he finished Saul. То есть смотрите Бог не отпускал Саула очень очень долго. Стрелки поражали но Саул остается жив. Он говорит оруженосцу добей меня но оруженосец не соглашается. Он сам падает на свой меч но не умирает. Бог сделал все возможное чтобы предсказания этого духа из земли не сделались возможными. Но к сожалению Саул закончил свою жизнь на поле боя. Сколько он проправил? Он правил 40 лет. Это очень долго. Ему больше 60 лет. Еще бы чуть-чуть и он мог бы умереть своей смертью. Раньше так долго люди не жили. Но он умирает вот именно вот так потому что получил предсказания от духа выходящего из земли. На протяжении 40 лет Саул ходил в походы против филистимлян и одерживал победу. Но единственный раз когда он перешел на территорию врага переодетый и получил вот эти предсказания сыграли с нему эту злую шутку. Книга Паралипоминон. Проферс? Проферс? Проферс. Первая книга Паралипоминон 10 глава 13 стих. Так умер Саул за свое беззаконие которое он сделал пред Господом. За то что не соблел слова Господня и обратился к волшебнице с вопросом. Почему умер Саул? Почему умер Саул? Стрелки из лука меч который был у него потом те люди которые добили это уже просто инструмент умер из-за того что перешел на территорию врага. Пусть Бог сохранит нас от легкомысленного отношения к вражеской силе. Это мило выглядит когда маленькие дети в оранжевых костюмах пугают забирают конфеты угощают других. Знаете друзья что за этим кроются дьявольские козни. Никогда нельзя заходить на территорию врага. Никогда не заходить на территорию врага. Продолжение следует...